Нет высшей чести. Родине служить. Акция под таким названием прошла в Ялте в эти выходные. Участниками праздника, который провели в преддверии дня моряка-надводника, стали жители и гости города. Вашему вниманию представляется новый современный корабль, поэтому мы будем рады видеть вас на экскурсии. В преддверии праздника дня надводника разрешите от себя лично, от членов военного совета, поздравить всех жителей нашего замечательного города, наших дорогих ветеранов с праздником. Пожелать вам прежде всего крепкого флотского здоровья, бодрости, духа, неиссякаемой энергии. Моряки-надводники во все времена были надежной опорой военно-морских сил Российской Федерации. Выбрав такую важную и значимую профессию, они возложили на свои плечи, ответственные за судьбу Отечества. Сегодняшние моряки-надводники бережно охранят традиции своих героических предшественников и стараются их приумножать. Они несут свою вахту в непростых, а порой даже сложных погодных условиях, ежедневно противостоят стихии и бдительно охраняют морские рубежи нашей Родины. Как сообщает пресс-служба Ялтинской администрации, желающие могли отправиться на экскурсию по новейшему малому ракетному кораблю Орехово-Зуево, посмотреть на выставку боевых машин и спасательных средств. Военная техника вызвала интерес не только у детей, но и у взрослых. Каждый гость сделал фото на память и примерил медный котелок, часть трехболтового водолазного снаряжения. Праздник продолжился концертом ансамбля песни и пляски и духового оркестра Черноморского флота. В это же время 38 ялтинских школьников пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». После торжественной клятвы им вручили значки юнармейцев. Потом в гости праздника совершили экскурсию по кораблю и посмотрели показательные выступления подразделений разведки и морских пехотинцев.